И возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня, Мюнхенской конференции и дискуссии о миротворцах для Донбасса, которая именно сейчас может привести к каким-то конкретным результатам. Напомню, речь идет о так называемом плане Расмуссена, бывшего генсека НАТО, который в своем докладе впервые четко описал детали возможной отправки миротворческой миссии на Донбасс. Всего 24 тысячи человек, 20 тысяч военных, еще 4 тысячи полицейских. Страны-участницы – ни Украина, ни Россия и ни члены НАТО. По мнению Расмуссена, в случае успешного развертывания миротворцев на Донбассе можно будет окончить войну за весьма короткое время. Уже в Мюнхене и Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, который на практике, то есть в переговорах с помощником президента России Владиславом Сурковым, пытается сблизить позиции России и мирового сообщества по вопросу о миротворцах для Донбасса. О встрече с Волкером рассказал Мустафан Аем, народный депутат от блока Петра Порошенко. Волкер подтвердил основные пункты плана Расмуссена, мол, его предложения совпадают с тем, что обсуждается на реальных переговорах. Важный момент – это этапы размещения миротворцев. Дело в том, что ввести их в зону войны реально не сразу на всю территорию, а только поэтапно. Но вот принимать решение об этом нужно сразу одной резолюцией Совбеза ООН, чтобы не удалось сорвать весь процесс на одном из этапов.